К сожалению, дети не всегда становятся героями положительных новостей. За минувшие два дня на полицию региона обрушился шквал сообщений о пропаже несовершеннолетних. Иркутск, Ангарск, Черемхово, Усть-Кут. На ноги были подняты все оперативные службы и волонтеры, а это сотни человек. Все дети нашлись, все живые, здоровые. Но вопросы остались, какие узнаете прямо сейчас. Пока только радость от встречи с детьми и от того, что все обошлось. Серьезный разговор со старшей дочерью будет позже, после того, как семья покинет отделение полиции. Накануне семилетняя Даша решила помочь маме и самостоятельно забрать младшую сестру из садика. Родители об инициативе узнали только вечером. Воспитатель мне сказал, что она отдала мою младшую дочь моей старшей дочери. Яково, что я разрешила. В поиске сестер были задействованы все наряды патрульно-постовой службы в Ленинском районе Иркутска. Сотрудники Росгвардии и волонтеры в итоге беглецов нашли, играющими на детской площадке. История со счастливым финалом, тем не менее, поставила ряд вопросов, главный к воспитателю. Почему женщина отдала трехлетнюю девочку школьнице? Про выводы пока еще рановато. На сегодня проводится проверка. Объяснение взято у всех лиц. По результатам виновные будут привлечены к ответственности. И это только один случай. Затем сообщения о пропаже детей просто посыпались. Вот хроника последних двух дней. У Искут исчезла восьмилетняя девочка. Почти сутки ребенка искали сотни человек. Нашли. Все это время школьница гостила у подруги. Чем были заняты родители гостеприимной одноклассницы, сейчас выясняется. А это уже Ангарск. Второклассник ушел на уроки и не вернулся. Полицейские нашли мальчика только на следующий день. Он прятался на чердаке. Причины устанавливают. А вот в Черемковском районе девятилетнего потеряшку обнаружили даже раньше, чем родители забили тревогу. Сотрудник райотдела поехал в Иркутск и на трассе обратил внимание на голосующего ребенка. Он рассказал мне, что он убежал из дома, с поселка Касьяновки. Доехал до вокзала. С вокзала доехал до, получается, до конца города. И там он уже ловил машину, чтобы уехать куда-то по направлению в сторону Иркутска. Вояж юного путешественника закончился в отделении полиции, где ему пришлось дожидаться родителей. Всего с начала года в Прибайкале полицейские нашли и вернули домой более ста детей. В большинстве случаев причиной побегов стало отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Давид Азизов, Виталий Перетолчин. Новости по будням.